Ешьте потому всю свою жизнь со стола нашей матери земной, и никогда не увидите вынужду. И когда вы принимаете пищу с ее стола, ешьте все, как вы это находите на столе матери земной. Не варите на огне, не смешивайте вещи друг с другом, чтобы кишечник ваш не уподобился болоту со зловонными парами. Ибо истинно говорю вам, это отвратительно в глазах Господа, и не будьте как жадный слуга, который всегда съедал за столом своего хозяина порции других, и он все поглощал сам, и смешивал все блюда вместе в обжорстве своем. Увидев это, хозяин его разгневался и прогнал его из-за стола, и когда все закончили свою трапезу, он смешал все, что осталось на столе, и, позвав жадного слугу, сказал ему, возьми и съешь это все вместе со свиньями, ибо место твое среди них, а не за моим столом. Потому будьте осмотрительны и не оскверняйте храмов ваших тел различного рода мерзостями. Довольствуйтесь двумя или тремя видами пищи, которые вы всегда найдете на столе нашей матери земной, и не желайте поглощения всего, что вы видите вокруг себя. Ибо истинно говорю вам, если вы будете смешивать в вашем теле все виды пищи, покой тела прекратится, и бесконечная война разразится в вашем теле, и оно будет уничтожено подобно тому, когда дома и царства, разделенные друг против друга, творят свою собственную погибель. Ибо ваш Бог – это Бог мира и не потворствует разъединению. Потому не вызывайте гнев Бога против себя, чтобы не выгнал он вас из-за своего стола, и чтобы не были вы вынуждены идти к столу сатаны, где огонь грехов, болезней и смерти разрушит ваше тело. И когда вы едите, не наедайтесь досыта. Избегайте соблазнов сатаны и слушайте голос ангелов Бога, ибо сатана всегда искушает вас все больше и больше. Но живите духом, и не поддавайтесь желаниям тела. И пост ваш всегда приятен для глаз ангелов Бога. Поэтому всегда следите за тем, сколько вы съедаете, чтобы наесться досыта, и всегда ешьте меньше на треть. Пусть вес вашей ежедневной пищи будет не меньше одной мины, но смотрите, чтобы он не был более двух. Тогда ангелы Бога будут вечно служить вам, и вы никогда не впадете в рабство сатаны и его болезней. Не мешайте работе ангелов в вашем теле частым принятием пищи. Ибо истинно говорю вам, кто ест более чем два раза в день, совершает в себе работу сатаны. И ангелы Бога оставляют его тело, и вскоре сатана овладеет им. Принимайте пищу только, когда солнце находится в зените, и еще раз, когда она села. И вы никогда не увидите болезни, ибо к такому человеку благоволит Господь. И если вы желаете, чтобы ангелы Бога возрадовались в вашем теле, и чтобы сатана обходил вас стороной, садитесь за стол Бога лишь раз в день. Тогда дни ваши на земле будут долгими, ибо такое приятно Господу. Принимайте пищу всегда, когда стол Бога накрыт перед вами, и ешьте всего от того, что находится на столе Бога. Ибо истинно говорю вам, Бог хорошо знает, что нужно вашему телу, и когда это нужно. С наступлением месяца Адар, питайтесь ячменем. Начиная с месяца Сиван, принимайте в пищу пшеницу, наилучшее из зерновых растений. И пусть ваш повседневный хлеб будет изготовлен из пшеницы, чтобы Господь мог заботиться о ваших телах. С месяца Томус, ешьте кислый виноград, чтобы тело ваше могло стать меньше, и сатана покинул его. Во время месяца Элюл, собирайте виноград, чтобы сок его мог служить вам напитком. С наступлением месяца Марчхишхван, собирайте сладкий виноград, высушенный и подслащенный Ангелом Солнца, чтобы тела ваши могли увеличиться, ибо Ангелы Господа обитают в них. Во время месяцев Аб и Шибат следует есть сочные фиги, а те, что останутся, пусть Ангел Солнца высушит для вас. И ешьте их вместе с миндалем в те месяцы, когда деревья не плодоносят, а травы, появляющиеся после дождя, принимайте в пищу во время месяца Тибет, чтобы кровь ваша могла очиститься от всех ваших грехов. И в том же месяце начинайте есть также молоко ваших животных, ибо именно для этого дал Господь траву на полях всем животным, дающим молоко, чтобы они могли кормить своим молоком человека. Ибо истинно говорю вам, счастлив, кто ест лишь со стола Бога и избегает всей мерзости сатаны.